Друзья, вот я хочу поговорить с эпохондриками, ну знаете, таких мнимых, больных. У меня много роликов, где я даю им и советы, и упражнения, которыми мы занимаемся. Да они обращаются ко мне по скайпу, когда мы разбираем их проблему катастрофического мышления. Пукнул, что-то сейчас случится, я умру. И тут же нужно обязательно померить давление. Молодой парень, 20 лет, нужно померить давление. Я не знал в его возрасте, что это такое, тонометров не было. Так вот, я сейчас хочу поговорить с этими эпохондриками на одну простую тему. Тему самочувствия. Вы слышите в этом слове семантика значения «самочувствие». Как он сам себя чувствует? Ну, я, например, в своем возрасте ощущаю разные проблемы в здоровье, в организме. Ну, и часто сам на это не обращаю внимания. Ну, как говорится, если проснулся и ничего не болит, то подумай, не в раю ли ты, а может быть в морге. Так вот, друзья мои, давайте поговорим о самочувствии. Вот мне один молодой человек говорит. Юрий Николаевич, я вот захожу в магазин, и у меня начинает биться сердце, самочувствие плохое. Я уже чувствую, что у меня давление. И я начинаю паниковать. Я бегу в машину, меряю давление и успокаиваюсь. Друзья мои, смотрите, в чем здесь проблема. Проблема в том, что вы генерализируете, возводите в ранг сердцебиение. Я вон по этим лестницам тут в Сочи хожу, так суставы ломят, а сердце как бьется. Ну, остановлюсь, подышу. Ну, у меня-то это от гиподинамии возраста. А у него симптоматика играет вот в таких качелях. Он увидел помещение, испугался. Сердце забилось. И он тогда начал смотреть уже на сердце. И начал додумывать, а у него может быть давление. Ну, парень занимается четыре раза. Я его вот заставил в неделю спортом. Говорит, два часа пинг-понг играл. Там выигрывал, там было хорошо. А потом проиграл. И у меня так закололось сердце. Ну, у него просто эмоции. Мушки какие-то тут летают. Сердце не заболело. У него просто тонус мышц в груди пришел в некое какое-то такое несогласие. А симпатическая нервная система, она его подвела. Ну, в каком смысле подвела? Она выбросила ряд гормонов, которые возбудили его. Ведь она, симпатическая нервная система, нам позволяет сконцентрироваться, позволяет бежать, догонять, бороться, а может быть, просто даже убегать от противника. И она аккумулирует наши силы в виде сердечного ритма, повышенного тонуса мышц. Ребята, я даже, когда у меня симпатическая нервная система возбуждена, ну, когда я там увижу прелести, я даже лучше вижу без очков. То есть это естественное состояние. А он начинает исследовать, внимание, исследовать свое самочувствие. О каком самочувствии может быть речь, когда ты пришел в магазин что-то покупать или проиграл пинг-понг, очередную партию перед этим 10, выиграл. О чем тут разговор? Так вот, самочувствие – это не является какой-то характеристикой вашего здоровья. Это является вашим субъективным ощущением, которое вы испытываете, ну, то, что там происходит с нашими автономными нервными системами. Ну, я всегда привожу такой пример. Если вы чего-нибудь такое съели, да еще выпили молока, и у вас открылся понос. Вы же не исследуете, не пугаетесь этому. Вы начинаете просто решать эту проблему. Так вот, здесь вы не решаете проблему, а вы ее усугубляете своим вниманием, своими разборками, разборками в своей голове. Вот почему нам необходимо особое усилие в наших консультациях, в наших упражнениях упирать на когнитивную сторону вот этой нашей терапии. Мы занимаемся когнитивно-поведенческой терапией, когницией познания. Это надо познать. И в левом полушарии работать с этими ложными убеждениями, а то самочувствие плохое. Друзья мои, вы далеко не правы. Давайте жить дружно и не думать о самочувствии, а думать о том, что чего-нибудь сделаем, где вытворим. И подписывайтесь на мой канал. Посмотрите, там много интересного. И мало того, что много интересного, много познавательного, нужного, что повысит качество вашей жизни. Смотрите, какая природа. Я жду вас в Сочи. Обращайтесь по скайпу. Качество жизни в наших руках.